Назрел этот момент, когда я должна пояснить, почему я плачу, почему я в последнее время вот так вот истерю на камеру, потому что мне же пишут, да, люди не понимают, люди не понимают, в чём дело. Я должна пояснить, я должна всё рассказать. Я знаю, сейчас люди мне начнут писать, что у меня крыша съехала. Ребятки, давайте по-серьёзному, да, без эмоций, я буду без эмоций, да, всё по-серьёзному. Значит, в чём проблема? В чём моя проблема? Проблема в том, блин, мне так тяжело говорить, понимаете, когда это всё в голове крутится, это всё легко. Когда ты пытаешься это озвучить, всё, мысль изречённая, есть ложь. Сейчас я настроюсь, сейчас. Мне не нравится моя жизнь, она меня не устраивает. Она меня не устраивает не во всём. То есть я не говорю, что прям вся моя жизнь мне не нравится. Мне не нравится один конкретный момент. Меня не устраивает то, что у меня нет творческой реализации. Нет того, чтобы меня каждый день побуждало просыпаться, радоваться жизни. Потому что для меня это очень важно. Творческая реализация для меня очень важна. Я не могу жить, как живут, ну я не знаю, ребятки, не хочу никого убедить. Ну как живут многие, да, вот мне просто говорят, ну почему ты не можешь встать, радоваться солнышку? Почему ты там не можешь там то-то, то-то? Мне пришлось прерваться, потому что ребёнок там по дверью начал шуршать. Мне сейчас надо настроиться, вспомнить, о чём я говорила. В моей жизни нет реализации. Нет реализации. Творческой реализации. И поэтому я несчастна. Я несчастна. Мне недостаточно хорошего мужа, ребёнка, еды в холодильнике. Понимаете? Мне недостаточно какой-то работы. Мне недостаточно просто просыпаться по утрам, видеть это яркое солнышко, жрать, ходить на работу, заниматься сексом, ложиться спать, играть с ребёнком, да, там где-то в промежутках. И потом заново день, следующий, и всё по тому же кругу. Мне этого недостаточно. Я хочу творчески реализовываться. Я хочу выражать себя. Но я этого делать сейчас не могу. Не могу. Маленькая предыстория. Два, нет, не два года, бру. Три года назад у меня были панические атаки. У меня был невроз. Кому интересно, у меня есть по этому поводу видео. Вы можете посмотреть эти видео. Я вышла из этого состояния сама. Что было в моей жизни тогда? У меня был ребёнок два года, у меня был муж. Вроде всё было хорошо. Но у меня начались панические атаки, и вдруг мне начало казаться, что я умираю, что я вот должна вот-вот умереть. Я вышла из этого состояния. И после всего этого я начала над собой работать. Как я вышла? Благодаря видео Яну Голунду и книге, которую он посоветовал, первая книга, которую я прочла, я это «Я. Как стать счастливым» Мольц. Год я работала, я пыталась, я выходила год из этого состояния постепенно. Понятно, это что, всё не сразу получается, да? Я работала над собой, я добилась результатов. Год у меня не было панических атак на тот время, да? Ну, о чём книга Мольца? Я это «Я. Как стать счастливым»? Я вкратце вам скажу, хотя у меня обзор по этой книге тоже есть. Что в каждом из нас есть творческий механизм, который ведёт нас к счастью. И он работает как бы независимо от нас. Мы просто должны ему доверять, этому творческому механизму. И теперь я буду в этом видео называть вот это вот внутреннее потребность реализации творческой. Я и буду называть творческим механизмом, да? И стремление к счастью, вот к этому духовному равновесию, это тоже творческий механизм, да? Я прочла эту книгу, я год работала, я давала себе установки, я пыталась понять, что, кто я. Но в тот момент, конечно, больше я пыталась избавиться от панических атак. Потому что как бы всё равно тревожность присутствовала, хотя и панические атаки, их не было, да? И вот наступил январь 2020 года. Ну, а вы, наверное, сейчас вспомните, да, что было там, когда наступил 2020 год, да? И я почему-то почувствовала потребность рассказывать всем о том, что со мной произошло. Это же просто, я не знаю, я воспринимала это как откровение, как просто перезагрузку, перезагрузку мозга. То, что мне открылось, оказывается, все люди живут в каком-то, не знаю, вакууме, как будто под колпаком. Они играют в какие-то игры. И то есть я хотела начать об этом рассказывать. Я хотела других пробудить, да? Пробудить, чтобы они тоже проснулись. И я написала ВКонтакте статью. Год назад я узнала, что я умру. Так называлась статья. Ну, так необычно. Но я её сразу не опубликовала. Я вот уже не помню. По-моему, я её поставила, там есть такое, как сказать, можно поставить, когда ты её хочешь опубликовать, да? То есть определённую дату. И, по-моему, я её поставила на 14 января, если я не ошибаюсь. 14 января был день рождения моего отца. Там произошла трагедия, в общем, в подвале начался пожар. В подвале, в котором он часто сидел, там, я не знаю, там, он там и выпивал. И, значит, 14 января мой отец попал в реанимацию. И вот ровно в тот момент, когда мы были в реанимации, мы пришли, как бы после этого пожара, да, его туда привезли, а мы с бабушкой пришли его навестить, вышла моя статья ВКонтакте. Год назад я узнала, что я умру, где я людям. Ну, как бы, это первая была статья, где я начала рассказывать о том, что вот я пережила невроз, я вышла из панических атак, сама, со мной вот это случилось, как будто вот что-то, как будто я переродилась заново. Дальше были другие статьи, а через 10 дней отец умер, мы его похоронили, я была в таком состоянии, ну, я писала дальше статьи, вторую, третью. И вот я созвонилась как-то со своей подругой, у меня одна такая подруга, с которой мы можем, как бы, так очень, как бы, сказать, прямолинейно общаться, вот у меня Рината спрашивала, да, она говорит, слушай, говорит, тут одна моя знакомая увидела твои статьи и спросила, говорит, у меня, говорит, а зачем Оля вообще рассказывает о неврозе, это ж так стыдно, это ж так стыдно людям начать рассказывать, что у тебя были панические атаки, что ты там думала, что ты умираешь, вызывала скорые, там, я не знаю, еще что-то. Я подруге своей говорю, слушай, я говорю, я не знаю, зачем я это начинаю делать, я не знаю, к чему меня это приведет, это февраль 2020 года было, но, я говорю, я просто чувствую потребность вот это делать. И я говорю, тебе больше скажу, я вот себя как вижу в этой жизни, я вижу, что я говорю, меня слушают, тысячи, может, даже миллионы, я говорю, не знаю откуда, со сцены говорю, я не знаю, но меня слушают, я говорю, вот, это мое призвание, это смысл моей жизни, это вот то, к чему я иду, но я не понимаю, как, что это и где это, я просто это вижу. Вот, 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 если спросите меня, что тебе приносит удовольствие, что ты вот, кем ты себя видишь, я вижу себя так. Я стою, я говорю, и меня слушают. Вот, всё, больше я ничего, я это чувствую, я это чувствую ментально, вот, этот момент счастья, момент, как бы, такого, не знаю, эйфории моей, вот, смысла жизни всей, я не знаю, как это назвать. Вот, я говорю, меня слушают, всё. Это был февраль. Дальше в марте в России начался коронавирус, нас посадили дома, я вошла в полное отчаяние, потому что единственное, что у меня раньше было хотя бы, что меня поднимало, это были мои танцы, занятия, танцев не стало, всё, ничего не стало. Месяц просто в каком-то ужасе я провела, я смотрела какие-то сериалы, я пыталась отвлечься, потом сериалы закончились все, и я просто, бессонной ночью, я зашла на YouTube, чуть не выпало видео про наших эмигрантов, там канал Оксаны из Алабамы, рассказывала про свою подругу Лену, как она там эмигрировала, как она там дом сейчас купила, ну, короче, что-то я начала про эмигрантов смотреть, потом я начала других блогеров смотреть, там Кристину Мотиватор, и как-то через месяц ещё один, я так думаю, блин, а люди ведут блоги, а я ведь тоже всегда раньше мечтала вести блог, но мне было стрёмно, ну, мне стрёмно было, ну, потому что, ну, что подумают люди, ты же педагог-хореограф, вот к тебе родители детей водят, а что они о тебе подумают, а вдруг они к тебе детей перестанут водить, да, всё, ты там без денег останешься, да, вот что о тебе подумают, скажут, дура какая-то, о жизни своей рассказывают, вот такие мысли начали лезть в голову, я подумала и думаю, ё-моё, вот ты посмотри, что вокруг происходит с этим коронавирусом, жизнь пошатнулась вообще, рухнула всё, рухнула вся стабильность, всё, нам дали показать, что наша жизнь, тьфу, вообще просто, и ты, говорю, ты хочешь продолжать думать о том, что тебе люди подумают, ты реально хочешь так дальше жить и думать, что о тебе другие подумают, ё-про-с-это, если тебе нравится блогерство, то есть ты хочешь реально общаться с аудиторией, да начинай, видишь, люди по всему миру общаются, в чём проблема, и я начала вести канал, я начала вести канал, я снимала какую-то дурь, я боялась камеры, я не могла говорить с камеры откровенно, я и себя-то боялась, я себя ещё тогда не чувствовала, хотя я продолжала работать с установками, по книге Мольца, да, я других блогеров слушала, там Лобковского, там всех-всех-всех слушала, снимала дурь, откровенную дурь, искала себя, мне многие спрашивают, зачем ты это делаешь, там у меня было 100 подписчиков, 200, 300, зачем ты это делаешь, прошёл ещё год, я стала что-то понимать, я стала как-то, видимо, себя находить на ютюбе, понимать, к чему я иду, мне начали потихонечку прибавляться подписчики, то есть я начала как-то творчески раскрываться, больше ещё перед камерой, показывать больше себя, у меня стали появляться подписчики, и ещё через полгода, ещё через полгода, ну это, наверное, где-то осенью, да, осень, я почувствовала, я почувствовала реально, что я, вот, я нащупала уже, я нащупала вот эту точку, вот, как бы сказать, свой образ на ютюбе, вот, сейчас начнётся старт, и действительно он начался, я почувствовала, что вот всё, сейчас, уже сейчас несколько месяцев, я наберу тысячу подписчиков, но потом случилась Россия-Украина, и это всё как-то тормознулось, но слава богу, вот-вот сейчас у меня тысяча подписчиков, и я примерно уже представляю, что мне делать на ютюбе, о чём мне с вами общаться, и всё равно вот приходит периодически такое отчаяние, что мне не нравится то, что я, то, чем я занимаюсь. Нет, ютюб мне очень нравится, ютюб делает меня счастливой, но это всё равно ещё немножко не то, это не то, это не то, это какой-то просто вот такой промежуточный результат, маленький-маленький промежуточный результат. И вот я вчера вспомнила, я вспомнила, что было два года назад, мой разговор с подругой, когда она меня спросила, зачем ты это начинаешь делать? Зачем ты начала вот эти вот вконтакте рассказывать про невроз? А я ей ответила, что я вижу себя, что я говорю, а меня слушают. Так вот оно, оно же случилось, два года прошло, видите, я говорю, а меня слушают. Ну, не тысячу, ну, поменьше, да? Ну, слушают же, слушают, пишут комментарии, кому-то я нравлюсь, как кто-то меня уже ненавидит, вот, ну, слушают, понимаете, живут со мной вместе вот этими всеми моими проблемами, помогают мне, помогают мне понимать себя, и я поняла, что это работает. А что работает? Работают установки. Установки. Два года назад я дала своему мозгу установку, установку, что я не хочу жить дальше, как я живу, я хочу то-то, 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 и всё. Но это забылось, это забылось. Я просто начала делать то, что мне нравится, маленькими шагами, да, но мозг, видимо, работал над этой проблемой, да, над решением этой задачи, да, и вот он её решил. понятно, что все эти установки, они не работают быстро. Вы же все хотите быстро, чтобы раз, и всё получилось. Это так не получается. То есть, вначале ты даёшь какое-то задание своему мозгу, и мозг начинает это решать. С помощью тебя, естественно, с помощью тебя. Ты просто не должен, не должен сопротивляться вот этому творческому механизму, который тебя ведёт. Если бы я бы всё-таки в какие-то моменты, да, вот я иногда снимаю видео, да, и потом я задумываюсь, блин, надо выкладывать. Ну, как-то очень откровенно, ну, прям очень откровенно. А что обо мне подумают люди? Опять, опять вот это вот начинается мысль, а что подумают люди? А вдруг, а вдруг, и всё, и ты изгой будешь, и тебя, тебя зачморят. Потом я говорю, стоп, стоп, что говорит твой внутренний голос? Внутренний голос говорит, выкладывай всё, что ты сняла, как бы ты там не выглядела, там в ванной голой, ещё как-то, всё выкладывай, всё выкладывай, так надо, так надо, сейчас это надо. Для чего? Не понимаю для чего. Я просто прислушиваюсь к своему творческому механизму. Почему мне не нравится то, как я живу сейчас, вот почему сейчас назрел такой момент, да, вопрос, да, встал, и я начала как-то истерить? Потому что, потому что наступил момент, как бы сказать, перезагрузки, момент постановки, новых установок, мозгу. Мозг говорит, так, смотри, мы достигли определённых целей, нужны новые установки. Ты должна сформулировать новые установки, ты должна сформулировать, что тебе сейчас не нравится, ты должна свизуализировать. Это не конкретные образы, это не конкретно, да, я хочу то-то, то-то, дай мне то-то, то-то. Нет. Всё на уровне ощущений, всё на уровне чувств. Что мне сейчас не нравится? Мне не нравится то, что я живу какой-то спокойной, бабской жизнью. Каждый день уборка, готовка, с ребёнком вожусь, вот это вот всё, вытри мне жопу, дай мне поесть. Не, я ничего не говорю, я счастлива, что у меня ребёнок уже вырос. Она может сама сходить пописать, сама одеться, сама покушать, всё может, в принципе, сама, только волосы, наверное, не может причесать пока сама. Но, в принципе, в остальном она уже самостоятельна. Я могу с ней поговорить, как с человеком, хотя она не всё понимает, но она подгукнет, скажет, ага, ага. Мы можем с ней путешествовать, мы сможем с ней поехать куда-то, в Питер, гулять. Это всё, этот человек уже вырос, всё, я уже себя чувствую свободной. Вот оно случилось. Всё нормально. Но я не хочу жить такой бабской жизнью. Я не хочу жить жизнью домашней бабы. Я хочу творчески реализовываться. Я хочу приходить домой, только переночевать. Остальное время я хочу общаться с людьми, что-то делать, что-то создавать, куда-то ездить. Я движухи хочу. Я не хочу прожить свою жизнь так. Понимаете? Сидя дома, даже пусть у меня там муж будет миллионером, миллиардером, я не смогу так жить. Я так жить... И дело не в деньгах. Я, пожалуйста, сейчас ни о каких деньгах не идёт речь. Творческий механизм – это не про деньги. Это про счастье. Счастье человека не в деньгах. Я сейчас про деньги не говорю. Вообще забыли о деньгах сейчас. Вы сейчас скажете, блядь, что ты хочешь вообще? Баба, что ты хочешь? Я... Я знаю, что я хочу. Но это я пока не могу конкретно выразить. Я вот вам говорю, что я хочу. Я говорю, я хочу реализации. Я хочу жить активной жизнью. Я не хочу сидеть дома. Я понимаю, что это сейчас по щелчку пальца не произойдёт. Но сейчас как раз-таки тот момент, когда я должна сформулировать эти установки. Чего я хочу в дальнейшем? Какого развития я для себя хочу? Понимаете? Теперь про подругу. Меня спросили, а есть у тебя подруга? Я не знаю, Рината. Рината – это девушка, которая когда-то ходила ко мне на дальней живота. Рината, почему ты спросила? Я бы тебе просто ответила, что у меня есть подруга. Да, мне просто интересно, почему ты спросила, а есть ли у меня подруга? Значит, у меня тут на днях была моя подруга. Мы с ней разговаривали. Я, вот, кстати, своей подруге сказала, говорю, мы с тобой разные люди. В этот раз я ей сказала, что мы с тобой разные люди. Я говорю, хоть мы с тобой долго дружим, но мы с тобой разные. Но мы с моей подругой часто обсуждаем какие-то житейские вещи, в том числе очень такие, какие-то житейско-философские. Очень интересно у нас обычно с ней общение происходит, после которого стоит о многом задумываться. Да? И вот она мне говорит, слушай, говорит, а вот если бы ты второго ребёнка родила, ну вот если бы второй ребёнок, ты бы не хотела, да? Ну, я не знаю, как так спросила. Я говорю, нет. Она говорит, а если бы получилось так, что бы ты стала делать? Ну, неужели бы ты стала, типа, делать аборт, да? Я аборт ни разу не делала, как бы, я думаю, что это очень страшная вещь, вот, я никого не осуждаю, но я думаю, что аборт – это очень страшная вещь. И что я ей ответила на её вопрос, если бы так получилось, да? Я говорю, я бы легла бы и просто умерла бы, и закопалась в землю сразу, моментально. Она так меня посмотрела, она, видимо, не совсем поняла, о чём я говорю, а я не стала раскрывать эту тему, потому что это очень сложно. Но вам я сейчас раскрою. Я не хочу больше детей. Дети меня убьют. Я первого ребёнка еле пережила. У меня, как я сейчас понимаю, у меня была послеродовая депрессия. У меня был невроз. Это всё было на почве декрета. Мне подруга говорит, ну, просто, может быть, тебе муж не помогал? Мне мой муж помогал. Всё, что нужно, он покупал. Он и по ночам вставал, ребёнка кормил. Но проблема в том, что мой муж не был психотерапевтом. А мне тогда нужна была профессиональная психотерапевтическая помощь, которой в Обскове, я так думаю, даже, наверное, нет. Нет. Не надо предлагать Чудскую. Не надо предлагать Чудскую. Это бюджетная организация. Среди бюджетников психотерапевтов хороших в принципе быть не может. Вот. Поэтому о каких ещё детях может идти речь? Ребятки, я иногда представляла. Представляла, если бы я родила второго ребёнка, я бы, наверное, вот родила бы, ребёнка бы, мужу бы отдала бы, а сама бы добровольно бы пошла бы стучаться в психиатрическую больницу. Сказала бы, друзья мои, примите меня, я с этим не справлюсь. Ну, я говорю, это звучит, наверное, сейчас дико для многих. Я не смогу. Я не смогу пережить второго ребёнка. Всё. Меня второй ребёнок просто убьёт. Я еле пережила первого ребёнка. Я еле это пережила. Я не могу сидеть дома. Я не могу сидеть дома, менять подгузники, вытирать кому-то задницу, даже если это мой собственный ребёнок. Я не могу жить такой жизнью. Я сейчас проведу сравнение. Наверное, это сравнение ужасно для кого-то покажется. Но я себя чувствовала, когда у меня был совсем маленький ребёнок. Это, наверное, год жизни, потому что потом стало легче. И мы смогли передвигаться на прогулочной коляске. Мы могли ездить на автобусах. Это всё легко было. Но пока ребёнок вот такой лежачий, я себя чувствовала инвалидом. Инвалидом, который просто как в коляске. Знаете, я понимаю этих людей. Я поняла, что они чувствуют. Конечно, это не очень такое сравнение. Но я поняла, что они чувствуют. Я помню, я купила такой, как Неслинг. До сих пор у меня, кстати, есть. Это как такой, не знаю, как назвать. Очень качественный, кстати, из натурального ленина. До сих пор лежит. И я ребёнка туда поставила. Ну, как посадила, вот так одела. Это можно делать там с 4-5 месяцев, да. И я пошла в центр города зимой. Зима. И я иду и чувствую себя счастливой. Потому что я могу идти, как человек. Без коляски. Не надо это всё тащить. Еле-еле. Хотя спина болит с этим слингом. Я даже выложила пост, что я чувствую себя свободным человеком. Муж говорит, удали. Многие люди подумают, что что это такое. А я прямо, правда, чувствовала себя счастливой. Поэтому я никаких больше детей не хочу. Потому что второй ребёнок – это будет препятствие к реализации моего пути, моего творческого механизма. Если родится второй ребёнок, мой творческий механизм мне придётся запереть внутри себя, как будто, знаете, как будто в комнату какую-то, и закрыть на ключ, в чулан, в тёмный чулан. И мой творческий механизм в этом чулане будет биться, биться, вырываться, говорить, Оля, выпусти меня. Я хочу реализации, я хочу творить. Я не знаю, что я хочу, но выпусти меня. Мне нужно жить. А ты меня опять запираешь в этой кладовке. И из-за того, что он внутри меня будет отбиться, меня будет колбасить. У меня начнутся панические атаки. Мне будет казаться, что я умираю. Возможно, у меня вырастет где-то рак. И в конечном счёте моё тело меня просто убьёт. Убьёт. Да, я считаю, что, скорее всего, рак у людей именно от этого. Это моё чисто субъективное мнение, да? От того, что люди не живут так, как хочется. Они не дают своему творческому механизму творить и выходить наружу. Поэтому, ребятки, никаких детей. Никаких детей. Если получится, я не знаю, что я буду делать. Мне будет, наверное, легче просто, я говорю, лечь на землю и закопаться в могилу. Вот просто. Потому что, ну, это будет конец всё. Это будет конец. Я так жить не хочу. Я не хочу. Я хочу, я сейчас говорю, я хочу приходить домой. Не для того, что тут находиться, да, вот круглыми сутками, кому-то жопу вытирать. И мыть полы, там, за мужем крошки подтирать. Я хочу приходить домой переночевать, а остальную жизнь я хочу проживать активно, интересно, общаться с людьми, создавать что-то новое, творить. Я вот такой жизнью хочу жить. Путешествовать, видеть новые места, с новыми людьми общаться, с интересными знакомыми, понимаете? Вот сейчас, кстати, у меня есть определенная проблема. Я хочу общаться с многими людьми, но я встречаю какое-то со стороны моего мужа препятствие. Вот мне, например, пишет какой-то человек, мужчина, да, например, по поводу моего канала. Пишет, Оля, ты там-то молодец, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Или там кто-то знакомый из мужчин, в принципе. Ну, у меня же могут быть знакомые мужчины, да? А мой муж почему-то сразу думает, у него как такая, не знаю, ревность, что ли, что я общаюсь с мужчинами, да, чисто, ну, так, гипотетически, да, из-за того, чтобы с ними вступить в половую связь в дальнейшем. Я о сексе вообще не думаю. Это вот сейчас и для моего мужа, и для всех остальных, если кто-то думает там. В моей жизни главное – это творческая реализация. Я это понимаю, я это признаю. Вот, вот, да, вот, для многих там семья, дети, муж, нет. Если я хочу жить, если я хочу быть здоровой, счастливой, я должна себе сейчас признаться, что в моей жизни главное – ни семья, ни муж, ни всё остальное, ни полный холодильник, ни машина, ни квартиры, ещё там что-то. Для меня главное – творческая реализация. Это главное. И если я не дам себе так жить, то я просто себя буду медленно убивать психосоматикой, ещё чем-то, понимаете? Вот, я говорю, сейчас – это очень важное видео. Это видео, это буквально я вам сейчас расскажу такие вещи, это вот итог, двухлетний итог моего блогерства. Принять себя, сказать себе правду и двигаться дальше. Двигаться дальше вот с перезагруженной, это перезагрузка сейчас идёт, перезагрузка по Хакамаде. Кстати, Хакамада об этом очень много говорит, она же тоже как такой, как своеобразный, не знаю, как это называется, коуч, я не знаю, как это называется. Но вообще это не Хакамада придумал, это вот ещё давно, это вот американские книжки, да, это можно назвать по-разному, но я называю его как мульти-творческий механизм, да? Вы сейчас спросите меня, Оля, ну неужели ты жила всю свою жизнь? И вот ты только сейчас до этого дошла? Нет, ребятки. Я к этому уйду всю свою жизнь. Почему вот в этом видео, в котором я говорю о том, что эта страна растоптала мои мечты, я там пела такую песенку. Кстати, это видео я подредактировала, я много вырезала, я просто решила, что я не буду на вас выливать столько своих эмоций, вы не готовы. Я решила снять такое более видео безэмоциональное, как я сейчас это делаю. Сейчас у меня никаких эмоций нет, чисто я включила аналитическое мышление, с вами общаюсь не эмоционально, да? Хотя и вы слышите, да, мои какие-то такие вот. И нет, а сейчас абсолютно безэмоциональное общение ведёт. Это было всегда, ребятки. Я всегда к этому шла. Я всегда к этому шла, начиная с детства, начиная с подросткового возраста. Я же почему пошла учиться в юридический институт? Я очень любила Жириновского. Жириновский для меня был как раз-таки вот этим эталоном. Мне очень нравилось то, что он делает, как он говорит. Он говорит, а его слушают. Все восхищались, как он говорил. Да, его там говорили, что он там псих какой-то там, не знаю. Но все же восхищались тем, как он говорил. Да и дело не в восхищении, а тем, что он кайфовал, когда он говорил, а его слушали. Я сразу поняла, ещё в своём подростковом возрасте, что я хочу то же самое. Я хочу, чтобы я говорила, а меня слушали. Слушали, и прям, чтобы я пробуждала эмоции. Я в вашей душе что-то зажигала, что-то к чему-то воздвигала. Я не знаю, я не знаю, что. И тогда я посмотрела на него и подумала, ну блин, раз вот он закончил юридический институт, может быть, мне пойти по его стопам, да? Может быть, я могу стать юристом, адвокатом, я могу выступать в суде, а выступление в суде, наверное, это же тоже какая-то доля артистизма. Может быть, я в политику пойду и буду, как Жириновский, тоже толкать речи, такие серьёзные, важные для всей страны. Да, то есть такие будут моменты решать жизненные, это же так классно, это романтика, да, такая своеобразная. Вот, и поэтому я пошла учиться в юридический институт. Я даже в партию ЛДПР вступила в 18 лет. Но когда я пришла в юридический институт, я поняла, что это не то. Какой Жириновский, какие выступления, даже какая политика, это всё враньё, ложь вообще, лицемерие. Кто меня туда пустит? И единственный хороший момент за 5 лет в юридическом институте, это то, что меня отвезли на конкурс ораторского мастерства в Минск. И как вообще получилось, что меня отвезли туда? Как вообще так получилось? Я не помню фамилию этого педагога из ПЮИ, такая беленькая. Она меня заметила на одном, у нас был как круглый стул по теме, господи, как это называется-то, легализации проституции. Я там отжигала. Я пришла туда, а там пришли все серьёзные, так, знаете, подготовились. Я пришла туда отжигать. Я пришла туда, чтобы реализовать свои ораторские порывы. Она меня заметила. Она меня заметила и сказала, подошла и говорит, слушай, у нас тут конкурс проводится, но этот конкурс, как правило, брал только курсантов, а я была его небюджетницей. Она мне туда, как бы сказать, направила. Она мне туда помогла попасть. И меня от нашего ПЮИ направили в Белоруссию. Но в Беларуси меня засудили. Засудили, мне ничего не дали. Но самой большой наградой в Беларуси было то, что ко мне подошёл учредитель конкурса, профессор риторики, и сказал, он меня похвалил. Понимаете? Вот он меня отметил среди всех, там сколько было, 60-80 человек. Беларуси, Украина, Россия, самые лучшие. Но он отметил меня. И это был самый лучший момент в моей жизни за все пять лет. Видите, я улыбаюсь, потому что это то, чем я хочу заниматься. Хочу заниматься этим. Я не знаю, в какой сфере я пела вам эту песню, что сколько я могу искать, сколько мне ещё ждать, чтобы понять. Не получилось с юридическим институтом, не получилось. Я пошла в хореографию, я думала, что возможно моё призвание не говорить, а сцена танцевать, вот это всё. Но я немножко ошиблась. Хотя хореография это тоже часть моей жизни. Я очень люблю хореографию, и я нисколько не жалею, что я училась в колледже искусств в Псковском, потому что это тоже дало мне, это дало мне столько вот того, что мне сейчас надо. Вот только благодаря колледже искусств я сейчас могу с вами вот так свободно общаться, потому что часто, через раскрепощение тела, идёт раскрепощение языка в том числе. Я очень благодарна колледже искусств. Это был, да, это был тоже момент какой-то, да. Видите, как я долго иду? Я очень долго иду к своей цели. То есть, понимаете, в моей жизни всё было не случайно. Не случайно. Да, я дальше вышла замуж и родила ребёнка. Я закрыла свою школу танцев. Я долгое время жалела, что я закрыла школу танцев. Я думала даже, что может быть открыть новую, но нет. Нет, 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 нет. Это не тот путь. Это не тот путь. Да, я была счастлива, когда я училась в колледже искусств. Школа танцев давала мне деньги, чтобы мне жить. И таким образом я, считайте, в 32 года, вот если меня спросить, я ж ни разу не работала. Ну как бы я работала, да? Понятно, что. Но я ни разу не работала. Понимаете, о чём я говорю? Это тоже знак. Это тоже знак того, что я иду за своим творческим механизмом. Я всегда за ним шла. Только просто сейчас настал момент перезагрузиться. И когда у меня была школа танцев, я себя тоже несчастной чувствовала. Знаете почему? Потому что, ну, я тогда думала, что меня тяготит ответственность то, что каждый месяц надо аренду платить, надо собирать эти деньги на аренду. Ты каждый месяц не знаешь, сколько тебе на пожрать останется, да? На самом деле нет. Меня тяготил не вопрос оплаты аренды, а вопрос того, что я никуда не могла уехать. Ну я же не могла уехать, например, на месяц, сказать, ребятки, я пошла там себя творчески искать в Санкт-Петербурге, да? А вы тут как-то долбайтесь с этой аренды? Я там приеду, потом как-нибудь заплачу, тут всё кину просто, тут творите что хотите в эту школу. Я же так не могла, да? Вот, сделать. А мне так нужно было делать. Мне так нужно было. Вот просто всё бросьте, ехать куда-то себя искать дальше. Вот. Ну а дальше, дальше я вышла замуж. Это, конечно, тоже очень деликатная тема, на которой я сейчас скажу, но был переломный момент, когда я разводилась с первым мужем. Я вот сейчас вспоминаю, был переломный момент, я развелась с первым, ну я не то, что развелась, был, там ещё как бы я была в процессе развода, да? Я как бы разводилась с первым мужем, вот он меня киданул, я встретила нынешнего мужа, и был ещё один мужчина тоже, и я была, как бы сказать, на перепутье. Первый момент вернуться к первому мужу, он предлагал восстановить отношения, пойти пути, по которому пошла я сейчас, либо пуститься в непонятную неизвестность с другим мужчиной, который за мной ухаживал, пытался ухаживать, но тому мужчине ничего от меня нужно не было, ему от меня нужно было только развлечение какое-то, он меня воспринимал просто как, ну, как развлечение. Это был переломный момент, и в тот момент, как бы, я помню, что когда я думала, что если, а, ну я ещё, кстати, вот не познакомилась со своим первым мужем, когда я только вот с первым мужем у нас разладились отношения, у меня промеркнула в голове такая мысль, что если мне сейчас не удастся наладить отношения с моим первым мужем, Семёном, то я больше выстраивать отношения ни с кем не буду, я буду заниматься творчеством, я буду себя творчески искать. Но потом что-то пошло не так, я не знаю, что-то случилось, и я вдруг встретила вот своего нынешнего мужа, потом ещё вот как бы тот, который пытался за мной ухаживать, да, от которого я поняла, сразу поняла, ну, как бы не скрывал, да, что он рассматривает меня как просто объект сексуальной утехи, да, он был из Санкт-Петербурга, вот. Ну, в общем, я выбрала то, что я выбрала, я нахожусь там, где я нахожусь сейчас, да, да, я полностью, меня всё устраивает, меня устраивает и мой муж, меня устраивает мой ребёнок, всё прекрасно, но дайте мне возможность реализовываться, я не смогу так жить, я не смогу так жить, я понимаю, я сейчас, может, я сейчас говорю, да, мысль изречённая, есть ложь, взрывая, возмутишь ключи, питайся ими, молчи, да, лежит в себе, самому мей, есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум, опять на эмоции пошла, видите, опять пошла на эмоции, дневные разгонят лучи, питайся ими и молчи, то, что я говорю, ничего не изменит, ничего не изменит, не изменит, ничего в моей душе, не поменяет меня, я такой человек, какой я есть, мне нужна эта чёртова творческая реализация, как бы это ни звучало смешно, как бы вы не думали, что у меня крыша едет, но мне нужна такая жизнь, и если я не буду жить такой жизнью, ну, ребятки, я буду несчастной, я буду в депрессухе, я буду просыпаться, я не буду просыпаться, потому что я буду просто лежать на кровати, и просто не буду хотеть даже проснуться в этот мир, потому что мне неинтересно так жить, мне неинтересно жить жизнью обычной бабы, которая занимается своей семьёй, печёт пирожки, моет полы, и ходит на какую-то работу, и делает вид, что она что-то делает, понимаете, я не хочу так жить, я себе сейчас даю установку, я хочу так у другой жизни, другой жизни, работай творческим механизмом, работай, давай, начинай, начинай действовать, я знаю, что уйдёт, возможно, много времени на это, но я хочу изменить свою жизнь, потому что сейчас то, чем я живу, меня не устраивает, я понимаю прекрасно, что, возможно, изменив какую-то одну часть, изменится что-то и другое в моей жизни, но дальше я так жить не могу, я так не хочу жить, я хочу творчески реализовываться, как я это буду делать, я пока не знаю, но достаточно сделать первый шаг, первый шаг сказать себе, что тебе не нравится, я его сделала, дальше мы просто забудем с вами всё, что я сказала, будем считать, что всего этого не было, интернет, понятное дело, будет помнить всё, как говорится, поговорим ещё через годик, через два, да? ещё через два, всё,